У нас сегодня занятие по сфере разрешения потребительских конфликтов. В финал своей сфере участвует Марина Геннадьевна Подоненко рядом со мной. Сергей Валерьевич, Вы тоже представьтесь, пожалуйста. Как Вы нас слышите, Сергей Валерьевич? Я хорошо Вас слышу. Зовут меня, Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич у нас из Кемерово и я, Марат Александрович из Новосибирска, также с Мариной Геннадьевной, нахожусь рядом. Мы хотим рассмотреть сегодня тему, связанную с разрешением конфликтов в финансовой сфере потребительском кредитовании. Посмотрите, пожалуйста, здесь у нас имеется презентация. Вы видите ее на экране, да, Сергей Валерьевич? Да, я вижу ее. Хорошо. Так, ну, несколько проблематично ее листать, я смотрю. Ну, попробую. Похоже, мне нужно было с другой стороны просто. Угу. У нас была записана целая лекция. Вот здесь, пожалуйста. Потребительское кредитование берет свое начало, как ни странно, в одной из беднейших стран мира. Это Бангладеш или Бенгалия по-старому. Видите, да, Сергей Валерьевич, анализ опыта Громинбанк. Здесь Юнус Мухаммед. Да, вы можете свободно выбирать любую комнату для обзора сегодня. Мы рассматриваем экспериментальные возможности. Я смотрю, что здесь говорится о трех принципах работы с беднейшими слоями населения, которых придерживается Юнус Мухаммед. Это пионер в сфере потребительского кредитования. Он разработал свою концепцию еще в 70-х годах. И, наконец, не так давно ему была присуждена Нобелевская премия по экономике. Хотя влияние Громинбанк очень достаточно проблематично. Оно двояко на существующую современность. Его принципы, которые здесь записаны, работать с беднейшими гражданами, работать без залога и с выгодой для себя, сейчас стараются распространить на Европу. Европа также принимает эти принципы потребительского кредитования. Ну, как мы знаем по нашему опыту, здесь у нас, пожалуй, пионерами в России стали Хомкредитбанк и Банк Русский Стандарт, который развивает идею потребительского кредитования. Наверное, проблема заключается в ставках. Сергей Валерьевич, что Вы можете дополнить? Высокие ставки, с которыми сталкивается население в России, ставки потребительских кредитов? Если в общей сложности их взять, то они завышают даже 50%. От общей суммы кредитов. Особенно по Хомкредиту и по русскому стандарту. Но это у вас банк тоже. Да, я соглашусь с Вами, потому что многие банки, к сожалению, вот эту идею потребительского кредитования, доступности кредитов, они значительно исказили. И включили в договор дискриминационные условия, которые ущемляют права потребителя с выгодой для себя. То есть, при...